Определить, что вы выбрали правильный путь, вот этот путь. А очень просто. Вы согласны с тем, что произошло. Вы в бочку не лезете. Если надо пропустить убийцу, вы судитесь. Надо защищаться, защищаетесь. Если надо принять, что кто-то тебя взрослый, принимает. Вы ведете себя скромно, по-доброму, спокойно. Никого убить не хотите. Если пьют по щеке, то вы подставляете другую. Хоть слезы с пьются из глаз. То есть вы способны понимать, что действует судьба, а не люди. Это самое главное, потому что если люди выходят из равновесия, у них доброты в сердце нет, они за правду матку начинают. Или еще ненависть не включается, там кровная месть, там еще что-то. Тогда человек не сдал экзамен. Кровная месть сколько может длиться? Да хоть, блин, хоть 20 жизней. Там уже не знают, за что убивают. И продолжают, друг друга убивают. Кровная месть. Вот. Это означает, не сдали экзамен. Мутров, не сдал экзамен. Продолжается, продолжается, продолжается. Никогда не закончишь, пока вы не поймете, что надо просто по-доброму настроиться, и никого, ничего не обвинять. Все нормально. Живем дальше. Один священник я фильм смотрел просто капец, как мощно вообще. То есть он должен был в городе, там, в риме, по-моему, быть, должен был стать, ну, католиком, главным католиком в этом городе. И там, ну, политика же, там его оборочили, короче, перед старшим. И тот его не назначил на свой месть. Хотя это был приемник его. Ну, его вообще и знали, как бы, из этого города. И он там, потом, короче, всю жизнь его гоняли. И он все принимал, принимал, соглашался. И, ну, при этом не падал духом. И в конце концов, ну, уже последний этап жизни, он уже тяжело болен, лежит на кровати такой. И мужик какой-то там с обрыва свалился, а след, короче, весь переломался. И ему говорят, помоги мне, помолись за меня, хочу жить. И тот такой лежит, такой уже умирает, говорит, Господи тебе поможет, я знаю. И он, короче, раз, этот святой человек с палитрой и уходит из жизни. А этот мужик встает, короче, у него все переломы зарастают. Он начинает смотреть, и у него все полностью, он полностью выздоравливает вообще. И когда это увидели, исследовали этот момент, его клип у святых потом перечислили, и, ну, как бы, поняли, что на него клеветали все это время. Такой классный фильм вообще. То есть он под самый конец жизни все равно смог доказать Богу свою силу. Бог его очень сильно испытывал, потому что это необычная душа. Потому что Бога на нас свои планы. У меня одна девушка из Украины приехала в Россию. Валерий Иванович, ответите на мне на вопрос. У меня были вот родители хорошие, была работа, была учеба. Прилетела ракета ко мне в квартиру, и я потеряла все. У меня нет квартиры, она уничтожена. У меня нет семьи, нет работы. Я вот сюда приехала, мне ничего нет уже. И у меня вопрос, вот, какой смысл в этом во всем? Я говорю, ну, вы же знаете смысл. Она говорит, я знаю, но я как-то не могу в это поверить до конца. Я говорю, ну, Бог же вам показал домик на небе, который, куда вы попадете после этой жизни. Она говорит, показал. У вас сердце спокойно стало? Она говорит, спокойно. Я говорю, ну, вы тоже видите спокойно. Потому что, когда Бог решил домик на небе дать кому-то, он на земле у него домик отнимает. Понятно, в чем смысл? Но не всем это можно понять, этот смысл. Это только для тех, кому Бог это показал. Вот он мне показал, что у нее домик на небе, и ей показал. У меня это понятно. Всем остальным будет непонятно. Поэтому, если у вас такое что-то произошло в жизни, не надо топать ножками. Может быть, вы особой милостями служили, откуда вы знаете. Просто примите судьбу свою, и когда Бог вам раскроет знание, что происходит, а может быть, вы не тем путем в жизни шли. Еще сейчас вам одну историю интересную расскажу, слушательницы моих лекций. Женщина молилась Богу, работала над собой, и ее муж и сын вошли в гемоническое настроение. Они начали ее избивать за то, что она молится, развивается. Начали с ненавистью к ней относиться. И она прошла три стадии победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – влияние. На ней. То есть, они поняли, что они с ней вот так просто не разберутся. Что она святая. И они настроены были демонически. Они говорят, хоть ты святая, хоть не святая, все равно будем тебя бить. То есть, они сделали свой выбор. И когда она три стадии победы над судьбой прошла, это значит, что ей уже в жизни не положено жить с этими людьми. Она отработала свою судьбу. Все. И дальше что-то произошло. Да, они попали в авару и погибли. И она потом молилась за их душу после этого. Вот и все. Ну, то есть, никто ничего с тобой не может сделать, если ты прошел вот этот путь. Одна женщина ко мне приходит, говорит, Олег Геннадьевич, ну пожилая такая, бабушка такая добренькая. Говорит, Олег Геннадьевич, я хочу, ну, что-нибудь сделать, хоть я не знаю, что хочу с вами посоветовать. То ли я выпить, то ли повеситься. Я говорю, а что такое, что случилось-то, что вы так вот настроены? Она говорит, так у меня жизни нет, говорит, у меня такая, знаете, вот квартира, у меня как паровозик. Вот кухня, потом моя комната и потом комната сына. Вот так вот, у нас домик такой вот маленький, вот так вот, вытянутый. Вот, и сын, говорит, всю ночь телевизор смотрит, громко включает, пьет каждый день, спать не дает, живет на мою пенсию. А днем меня лупит, если я что-то ему так скажу. Я говорю, я не знаю, мне ни днем, ни ночью жизни нет, я не спать не могу, ни днем жить не могу. Вот, у меня уже так много лет длится, я говорю, я думаю, я же пожилая женщина, и Бог мне что-то смерть не дает. Я думаю, может, мне со мной что-то сделать с собой? Я говорю, давайте попробуем победить судьбу. Она говорит, так я не знаю как. Я ей научил, говорю, вот это делайте, вот это, молитва, память о Боге, туда-сё, пятое-десятое, и будете приходить мне докладывать обстановку. Я в Москве это было, я в Москву, я тогда в Москве жил какое-то время, она приходит ко мне через пару месяцев, говорит, Алик Геннадьевич, ну вот всё сделал, как вы сказали, сначала приняла судьбу. После принятия судьбы начала помнить о Боге молиться. Потом молюсь, 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 смотрю, он раз, перестал ночью громко включать телевизор. Я начала спать по ночам, думаю, всё уже, что-то можно. Ну, он напивается, всё точно так же, напивается, грубит. Ну, перестал ночью включать громко-телевизор, я ночью начала спать. Он уже говорит, ну жить можно, сынок, спасибо тебе, буду молиться дальше. Я уже могу спать, буду жить, умирать не хочу уж. Ладно, молиться дальше. Приходит во второй раз. Говорит, сын перестал ругаться. Пьёт и молчит. Я говорю, всё нормально, идёт процесс, движемся дальше. Ещё несколько месяцев проходит, приходит, улыбается, говорит. Я, говорит, сижу разок. Он, говорит, из своей комнаты выползает на колени, берётся мне за ноги и говорит, я грешник, ты святая, прости меня, я больше не буду так в себя вести. И перестал пить, стал очень добрым. Всё. Ну, все вот такие, хорошие люди, ко мне приходят сюда. Три часа вот такого, как я, неплохой человек, слушать не сможет. Ну, где-то миксов семь, восемь, так вот. Ну, просто я, я же 30 лет уже лекции читаю, у меня много историй. Я могу хоть вам всю лекцию вот эти истории рассказывать, про то, как люди побеждают без долг и судьбу. Но главное, что надо понять, это перестать бунтовать в сердце. И понять, что бунт, вот это вот истерики, ненависть, злоба не помогут разобраться в ситуации. Победить не помогут. Побеждать человек начинает, когда он сердце по-доброму наскравится, но снаружи продолжает отстаивать в своих жизни. Сердце по-доброму, снаружи сильная, сильная позиция. Не надо проявить, и перестали кашлять. Правда, ну, нужен был воздух просто. Хорошо. Теперь, теперь про молитву. Вот судьба, когда действует, она захватывает три круга жизни. У человека есть три круга жизни. Есть внутри меня жизнь, это мое здоровье, настроение, самочувствие, мои мысли. Есть между нами некие вот эти связи. Второй круг судьбы, это моя память о людям. Вот как я о ней думаю, что, как мы общаемся, как он обо мне думает между нами. Это второй круг судьбы. И третий круг судьбы, это внутри него, вот этого человека. Понятно? Три круга судьбы. Всегда победа над судьбой начинается только с меня, потом между нами, и потом внутри него. Она по-другому никак не работает. Поэтому всегда человек должен начинать с себя побеждать судьбу. Никогда не с других людей, только с себя. И запомните, судьба действует в памяти. Судьба действует в памяти, поэтому победа над судьбой, это изменение вашей памяти. Нужно поменять память. Нужно настроить свою память на Бога. Потому что есть только одна сила, которая дает возможность победить судьбу. Вот как настроить на память на Бога? Вот, допустим, вы когда работаете где-то, вы думаете о работе, да, постоянно. Это память. Вот, допустим, если вы пошли в храм, что-то сделали там, у вас есть какое-то служение в храме, то вы будете о нем думать, о служении. Это называется память о Боге. Вот вы думаете, как там полыть, грабы помыть, как там свечки там поставить, еще что-то. Я не знаю, что вы там будете делать, цветочки посадить возле храма. Но, когда вы будете об этом думать, вроде бы простые какие-то действия человеческие, но в это время, так как вы это делаете для Бога, в это время вы будете побеждать судьбу, потому что любая память о Боге, она побеждает судьбу. Или вы, допустим, процесс познания. Вот вы же учитесь жизни, допустим, что-то читаете, смотрите какие-то фильмы, так? И если вы, допустим, смотрите фильмы о святых людях, вместо того, чтобы вы, допустим, запланировали посмотреть какой-то фильм, допустим, какой-то сериал, там «Санта Гелеберда», там «565-я» серия такая. Или, допустим, телесериал «Мертвый не потеет», там, допустим. И еще какой-то интересный сериал такой про жизнь. Фильм ужасов какой-то, там, «Крюгеры», там, «Хрюгеры», вот, «Бэтмены» или «Бутмены», там, я не знаю. Ну, какие-то «Мены». Вот. И вы взяли, вот, отвергли это желание и решили просмотреть про жизнь матери Терезы Татуйнским или там Патри Пио, там, или Серафима Саровского, или еще какого-нибудь святого. И это называется память о Боге. В это время вы побеждаете судьбу. Дальше вы читаете Священное Писание. Вот вам плохо, тяжело, у вас все очень плохо в жизни, все разваливается. Вы сели и просто читаете мысли в Священное Писание. Какие мысли вы почитали, размышляете, потом опять почитали. Это называется память о Боге, и в это время у вас побеждает судьба. Сердце становится спокойным. Ну, и начинается первый круг побед над судьбой. Понимаете? Дальше, вы когда готовите, вы не для мужа, не для себя, не для детей, а для Бога готовите. Вот молитесь, думайте о нем, и думайте, вот я сейчас приготовлю пищу так, чтобы думать о Боге, и все мои близкие наполнятся Богом. И тогда им легче жить станет. Они тогда перестанут торговать спектным, и перестанут глупости делать свою жизнь. Ну, то есть, вы таким образом все свои действия посвящаете, вы, допустим, гладите одежду близким, и думаете о Боге. И в это время одежда получает за особую силу, как оберег начинает действовать. И надежда спасает там жизнь и здоровье ваших близких. Ну, то есть, вы постоянно все с Богом связываете, каждое действие. И это называется правильное настроение. Мы вчера тоже с вами говорили, что правильное настроение – перестать обсуждать свою жизнь. Благодарить. Спасибо Бог за то, за все, за пятое, десятое, аллилуйя, спасибо. Все, совсем согласно. Наказание принимаю. Совсем согласно. Понятно? Приняйте судя. Вот часто, когда сейчас совершил преступление, он что думает, что лучше – отказываться или раскаиваться? Ну, если ты ничего не совершал, лучше отказываться. И отставить свою правду. Ну, отказываться по-доброму, не топать ножками. А если ты совершил, то лучше раскаяться. Скажи, да, вот это вот сделал, вот это не делал. По-доброму. И тогда ты получишь меньше срок. Почему? Потому что ты принял судьбу. Человек принимает судьбу, сразу же начинает отрабатывать ее тут же. Понятно? У меня со мной один помощник ездил, давно уже, 25 лет назад. И как-то он перестал со мной ездить. Говорит, я буду машину водить. Я говорю, не надо тебе машину водить, ты собьешь кого-нибудь человека, убьешь его насмерть. У тебя такая судьба. Он говорит, да вы мне это говорите, чтоб я с вами ездил. Не обманывайте. Я говорю, да что это я тебе обманываю, тебе правду говорят. Не послушал. Начал ездить на машине, сбил ребенка насмерть. Так, судьба сработала. Ну и родственники ребенка его засудили на 4 года. Пару детей дали взятку, как бы его не посадили. И он пошел опять со мной ездить, говорит, вы были правы. И начал опять со мной ездить дальше. И потом, когда к нему пришла жестокая судьба, он поехал в Тольятти продлевать загранпаспорт. Мы должны были на 8 месяцев ехать, на 9 месяцев в Индию по Святымлистану. Там молиться, там Богу и так далее. Наездились, короче. Вот, и он поехал делать загранпаспорт. Когда он приехал в Тольятти, там была зима. Он пошел за хлебом, одел какую-то шапку там. И, короче, он оказался похож один в один на особо опасного преступника, которого искали. Ну и его раз, как бы ваши документы. А он паспорт с собой взял. Молодец. Вот, показал документы. Они пробили в базе, оказывается, что он условный розыск подан. Потому что того за всякие взяли, тоже посадили. Все его дела вскрыли. И вот его тоже дело подняли. И условный розыск, ну, как бы не сами не ищут, но если попадется, то, соответственно. Ну, вот он и попался. Ну, его сразу, как бы, мама говорит, ты где? А он говорит, я это в СИЗО. Мама, я в СИЗО. Вот, это не за то событие, которое 4 года назад произошло. В СИЗО меня отправили. Вот, дали ему 4 года. Попал в СИЗО. Он туда пришел, принял судьбу. Он уже понял, надо принять судьбу, лекции слушать, все. Начал молитву дел совершать. Уголовники смотрят, он постоянно молится. Начали у него вопросы задавать. Один человек подошел к нему, говорит, молитв, я тебя сейчас убью. Они взяли и того избили. Вот, этого не трогать, короче, он святой. Начали все с ним советоваться. Потом эти подзиратели смотрят, его уважают все. Попросили его лекции почитать. О бреде пьянства. Для всей тюрьмы. Начал лекции читать, всем нравится. Все. Потом его перевели в медсанчасть. Потому что узнали, что он как-то с медициной связан. Начал там уже не то, не та уже тюрьма. Там уже условия другие, питание такое. Он там медсанчатель начал жить. Потом ему через несколько месяцев амнистия пришла. Два года вместо четырех сделали. Потом пришла вторая амнистия. Сделали год вместо двух. И потом, ну, досрочно, короче, его выпустили из тюрьмы. И когда я из Индии вернулся, опять лекции читать, он вернулся из тюрьмы. Прямо то же самое время. И мы вместе, через восемь месяцев ровно его выпустили. И мы вместе дальше поехали. Он мне помогал, я читал лекции. Интересная история. Но он все время молился. И он прошел три круга судьбы. Он сел в тюрьму, но прошел три круга судьбы. И его там уважали, любили. И у него там была полная защита Бога. Над всей ситуацией в жизни. Таким образом, вот эти три круга судьбы, это очень важно. Надо учиться этому. Не бояться ничего. Вот, допустим, тебя бросили. Нет работы, нет возможности выйти замуж. Морешься, принимаешь судьбу, успокаиваешься. Первый круг судьбы – спокойствие в сердце. Второй круг судьбы – это очищение отношений. Вот как определить, что ты до второго круга судьбы дошел? Вот ты, допустим, человек тебя бросил, ты даже говорить с ним не можешь так обидно. До второго круга судьбы дошел, ты уже можешь говорить. И не то, что говорить, можешь дружить даже с этим человеком. По-доброму относиться к нему. То есть, ты знаешь, что он тебя предал, у тебя другая женщина. А ты с ним по-доброму уже разговариваешь, решаешь все вопросы. Вот так вот. Один молодой человек ко мне пришел, говорит, я хочу вернуть жену. Я говорю, что ты без нее жить не можешь? Он говорит, нет, просто ищу стадолго. Я думаю, о, классный, хороший человек. Говорю, ну давай поехали, будем промаливать все круги судьбы. Ну, короче, чем все закончилось? Он сначала по-доброму начал с ней общаться, несмотря на то, что он не был другой человек. Потом она начала с ним советоваться, как ему вести себя с тем человеком. Ты, говорит, меня хорошо знаешь, у меня не ладится, а я его люблю. И он начал ей давать советы, как себя с ним вести. Но он меня спрашивал, говорит, давайте это, я говорю, давай, помогай ей. Она начала приходить в гости. Потом начала готовить ему, когда приходить в гости, начала готовить ему. А потом пришла и не ушла уже больше. Осталось. Все, молитвой победил судьбу. Жена вернулась. А потом знаете, что произошло? Они пришли вместе с ним благодарить меня за то, что я сохранил им семью. Ведь ребенок был там. То есть она сама пришла, благодаря меня, что я ее вернул к мужу. Представляете? Интересная история такая. Вот, то есть парень такой решительный, он взял и пошел в молитве, пошел в юг. Это же сложно, вот общаться с женой, которая тебя предала. А он начал к ней общаться по-доброму, все, взаимодействовать. На вторую стадию вышел, потом на третью стадию вышел, у нее совесть проснулась. Потому что когда ты третью стадию доходишь, за третью стадию победу судьбой. Просыпается совесть. Давайте посмотрим на вашу жизнь. Вот кто из вас молится и побеждает судьбу? Вот это вот Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Ну давайте вот посмотрим на вас. Вот допустим, кто из вас чувствует спокойствие в сердце? А кто чувствует, что у вас поменялось отношение к ситуации, к людям? Вот как-то спокойнее. Это уже второй круг судьбы. А кто из вас на такой ситуации дошел, что человек начал раскаиваться, менять свое отношение к вам? Ну-ка давайте посмотрим, вот у вас какая ситуация. Моя ситуация только что ушла из-за этого зала, поэтому не знаю, насколько я это правильно буду. Как раз ушла, чтобы сказать. А, ну ладно, хорошо. Давайте когда вот вы, девушка. Кто, кого как бы раскаянили, что это произошло. Ну да, да. Ну что у вас здесь ситуация? Ну, он там, не то что раскаяния, начали как-то... Он понял, что он никак, да? Да, да. А он ушел из семьи, муж что ли, или что? Нет, у меня не только про мужа, у меня про всех родственников, когда и про знакомых, что начали как-то в свою сторону, наоборот. То есть вы приняли, спокойно начали воспринимать, потом начали молиться, сердце успокоилось, начали со всеми общаться, и теперь отношения восстанавливаются, да? Ну мне так кажется, да. Все? Ну у вас, да, я вижу ситуацию. Где-то 75% побед на судьбе. Ну, то есть 66% это два круга, а вы вышли на третий круг, и пошло в противоположность. Там, знаете, как интересно? Вот человек молится, молится, и у него в сердце спокойно, и кажется, что все будет хорошо. И кажется, что надо заканчивать молитву. Кто почувствовал такое, поднимите руку. Это первый круг судьбы. Не надо заканчивать, вас судьба обманывает. Надо продолжать молитву, и через некоторое время опять станет все плохо. Это означает, что вы вышли на другой круг судьбы и начали чувствовать опять объем работы. У вас сердце вроде спокойно, вы, но чувствуете, что надо изменить отношения в ситуации. Нужно на второй круге человек прощает, принимает, терпит. Первый круг судьбы – спокойствие, а на второй круге проработка отношений начинается в молитве. Человек в молитве терпит, прощает, принимает, по-доброму относится. Понятно? И когда второй круг судьбы человек находится в 66%, опять классно, спокойствие, отношения налаживают, думают, что все вроде бы хорошо. Заканчивать молитву не надо. Это опять обман. На каждом круге судьбы кажется, что все хорошо. Надо продолжать молитву, и опять потом резко уже стало, это ты уже зашел внутрь пространства, внутреннее этого человека. И начинаешь ему устанавливать контакт с совестью. И когда он установлен контакт с совестью, то он уже не может дальше юлить, хитрить, не замечать. Потому что жестокая судьба что делает? Она людей настраивает на злобу, на обман, на недоверие, на жестокость. Понимаете? И когда ты три круга судьбы прошел, человек не может уже в своем состоянии находиться, потому что совесть начинает ему долбать мозги. И вот здесь, на третьем круге судьбы, будет последнее испытание. Знаете, какое? Испытание решением этого человека. Потому что, если человек, несмотря на то, что он уже понял, что он не прав, все равно не хочет к тебе возвращаться, или не хочет все равно вставать на правильный путь, значит, тогда ты не должен к этому человеку дальше стремиться. Потому что в этом случае жестокая судьба опять будет тебя уже на веру проверять. То есть ты экзамен веры не сдал. То есть вера в Бога означает, что ты выше всего Бога ставишь и считаешь, что Бог решит, с кем мне жить лучше, чем я. И когда, если человек все равно уже три круга судьбы пройдет, он знает, что даже не прав, все не так, но все равно я не вернусь. Значит, дальше вы еще помолитесь чуть-чуть, принимаете уже веру в Бога и предаетесь Богу, говорит, Господь сам решает, как будет дальше будет, с кем мне жить, что мне делать. И тогда все. На этом концерт закончен. А молитва какая должна быть? Молитва должна быть? Или это страна? Или это Бог, Господь, 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 Господь? Молитва только благодарность. Есть два вида молитвы. Есть повторение имен Бога и есть благодарность. Два вида молитвы, которые побеждают судьбу. Все остальные молитвы для познания, для успокоения души, там, вот допустим, псалмы, там, азам, намаз, это все не молитвы, побеждающие судьбу. Это молитвы, которые дают человеку контакт с Богом. Вот, допустим, псалмы надо читать три раза в день, там, понемножку. Или намаз, там, азам надо читать несколько раз в день, понемножку. Все это для того, чтобы ты вспомнил о Боге, для напоминания о Боге все это делать. Но есть молитвы, которые не надо три раза перечитать, а надо читать долго и непрерывно. Желательно 65 минут в неподвижном положении тела, чтобы у тебя еще очищение судьбы сопровождалось с очищением твоего существования. Сейчас я это тоже объясню. Нет, четко можно креститься. Неподвижное положение тела это просто туловище и ноги, а руки они нормально, не участвуют в этом процессе. Пожалуйста, вы сказали, что закончится. Все, значит все хорошо. Цветы с неба летят. Все, твоя жизнь становится счастливой. Вернется он, не вернется, пофиг. Потому что Бог решил тебе наградить дальше хорошей жизнью. И Бог тебе все организует. И все будут завидовать. Так не надо, честь только начинаешь. И те, кто тебя предали, пожалеют об этом. Потому что ты будешь весь в шоколаде, а они все будут уже пахнуть по-другому. Понятно? А если только начинаешь, но хочешь на маму повлиять, она здорового образа жизни. А, на маму хочешь повлиять. Все, начинаешь сама здоровый образ жизни. Вот я как повлиял на свою жену. Я когда начал бегать, и понял, как это очищает организм, и понял, что у нее иммунитет слабый, что у нее динамическое напряжение, что ей надо все убирать, это хозяйство. Я ей начал об этом говорить. Она говорит, что ты ко мне пристал? Тебе понравится бегать? Вот и бегать. Все. Вот она мне так рассказала. И я думаю, что начал принимать судьбу. Сначала проглотил, принял судьбу. Жена не бегает, ничего страшного, все нормально, все хорошо. И дальше, когда я пробегусь, рассказываю ей всегда, как мне хорошо, как у меня все очистилось. И она слушает вам, хорошо, хорошо. Вот, и все, и дальше так вот живем. Сначала она слушать не хотела. Он говорит, бегай, бегай, что ты ко мне пристаешь? Первый круг судьбы. Я успокоился в сердце. Потом второй круг судьбы, начала слушать. Говорю, интересно, как у тебя все очищается, классно. Я очень рада. Второй круг судьбы, очищение отношений. Третий круг судьбы. Она начала задумываться. У нее простуды постоянно, не может никак вылечиться. Где-то прочитала, что надо больше двигаться. Бог начал ей на мозге капать. Потом, когда три круга судьбы прошел, мне подружки говорят. Я говорю, что жены нету. Куда она все время уходит? Она говорит, она с мамой уходит по четыре часа, раз в шесть дней. Я говорю, ты что ходишь? Она говорит, не твое дело. Я говорю, ну ладно, конечно, не мое дело. Все нормально. Скрывала от меня, чтобы я не вмешивался в ее дела. Не верст. Это молиться надо, да? А? Молиться за этого человека. Я уже давно веду здоровье жизни. Ну, моя хорошая, вот спокойствие по поводу мамы у сердца есть? Нет. Нету. Вы знаете почему? А вы бунтуете. Я вам вас предупредил. Что если вы не принимаете судьбу, вы хоть замолитесь хоть всю жизнь. Вы все равно даже с места не сдвинетесь. Потому что вы можете молиться, допустим, и вам все будет меняться вокруг. Но у судьбы же есть направление. Вот это направление вы сможете промолить, если вы примете свою маму. Вот принимайте, совсем согласно я. Мама у меня хорошая, она ведет нездоровый образ жизни, ничего страшного, все нормально. Все, приняли судьбу, дальше первый круг – спокойствие в сердце, потом влияние, потом мама начинает вести здоровый образ жизни. Все? Понятно? Если не приняли судьбу, ничего не поменяется, да? Я же вам сказал, в вашем случае есть только один вариант окончания концерта. Это возвращение жены назад. Если она не хочет. Ну, значит, продолжать молиться. Потому что, когда трое детей, это очень большая семья. И ее не только мнение будет учитываться, а также мнение детей. А, по крайней мере, поистра и детей очень сильно хотят, чтобы жить с вами. Вот. И, как бы, ну, много членов семьи хотят, чтобы ваша семья восстановилась. Поэтому ее личное желание, оно не будет здесь учитываться. Поэтому есть только один вариант – это ее возвращение назад. Все. Поэтому вам надо молиться дальше просто и все. Я же вам уже все сказал. Спасибо. Все я не понял, да? Вчера не понял, но все я не понял. Вопрос там. Если мы за кого-то молимся, это значит, что мы сначала, допустим, провелаем проголомы молимся и начинаем, например, повторять священные... Да-да-да, вы просто... Не надо там, как меня женщина спросила, там биографию рассказывать, там номер паспорта. То есть, Бог живет в сердце каждого человека. Вы говорите за папу, допустим. Он знает, кто такой ваш папа. То есть, он все знает в сердце у вас. Сказали за папу, и все, и дальше он будет папе помогать. Даже, допустим, у вас стоит и правка, вы сказали за тещу. Он не будет тут приспрашивать, за какую именно. Он знает, за какую тещу. Он знает, потому что он видит ваши мысли, он понимает, за какую тещу все. Не волнуйтесь, поможет той, которой надо. То есть, третий круг – это победа на судьбе. Да, это чудо. Третий круг – это чудо. Происходит то, что не должно быть. Прикажу тебе добыть то, чего не может быть. А если не добудешь, головы тебе не сносить. Сказка есть такая. Реван на скрецал, да, ну, молодца. Вот. Ну, вот тут три круга судьбы победил и добыл то, чего не может быть. Это чудо. А можно еще даже молитвы спросить? Да? В церкви считается, что самая сильная молитва – молитва Рукова. Ну, молитесь. Но она же не побеждает. Она побеждает. Просто есть молитвы, которые правильно построены. И они дают возможность отвлечься от себя. Если вы повторяете «меня», «я» слова такие, то, ну, к себе пробуйте, милости просите. То тогда это не совсем правильно, потому что Иисусу молитва – это эстетическая молитва. Она очень глубокая. Если вы понимаете, что значит «помилуй меня», это значит, что я хочу отдать свою жизнь Богу, что мне не нужна эта материальная жизнь. А если ты думаешь «мать, помилуй меня» означает «верни мужа», значит, тогда начинает работать другой механизм. Поймите, что когда человек читает молитву, он должен настроиться на Бога и думать только о нем. Он не должен о своих проблемах Богу докладывать. Вот это сравнивается с чем? Вот, допустим, ты пошел, допустим, папа тебе готовит пищу, ты маленький ребенок, ты подходишь к нему и говоришь «папа, хочу кушать», «папа, хочу кушать», «папа, хочу кушать», «папа, хочу кушать». Он будет доволен папой или нет? Нет. Теперь, допустим, ты не можешь просто ждать, ты все равно сильно хочешь кушать. Ты подходишь к папе и говоришь «папа, спасибо тебе за то, что ты мне готовишь, я так благодарен, спасибо тебе, папочка». Он будет доволен? Да. Понимаете, вот в этом разница. Когда ты просто Бога славишь, ничего не просишь, тогда это одно. А если ты что-то хочешь от Него, это совсем другое. То есть, когда ты славишь Бога, ты вызываешь у Него в сердце благодарность, и Он начинает с тобой личное отношение строить. Ну, Иисусова молитва очень хорошая, она побеждает судьбу, но она эзотерическая, понимаете? Эзотерическая значит много смыслов. Вот, допустим, клеп наш насущный – это духовное знание, это не то, что тебе надо МСДС срочно купить, понимаете? Есть такие фразы, которые человек не всегда правильно понимает, и из-за понимания же все зависит. А Аллилуйя здесь все понятно, то есть Аллилуйя означает «спасибо за все». Поэтому, когда человек повторяет Аллилуйя, он вот именно, ну, вот эти все круги судьбы легко преодолевает, потому что он правильное настроение создает. Но если вам нравится Иисусова молитва, вы поняли значение, все как надо настраиваться, вот и делайте все это. Не думайте про себя в этом время, не думайте про Господа. Хорошо? Заканчиваем, да? Разобрались с вами? Не можете повторять, Господи, спасибо тебе за все. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богородице, Девы, радуйся. Ну, то есть повторяйте просто одну фразу, Богородице, Девы, радуйся, Богородице, Девы, радуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя. То есть повторяйте, спасибо Господи. Ну, повторяйте, благодарите Бога. Все, больше ничего не повторяйте, потому что там работает такая система. Пока ты благодаришь Бога, и в тот момент, когда ты забыл вообще про себя, Господь стоит на низком старте. Как только ты забыл про себя, Он заходит в зону твоей судьбы, и там начинает работать. Если ты про себя не забываешь, Он туда не зайдет. Если ты там сам сидишь, значит, туда ему дороги нет. Ты забыл про себя, про Него думаешь, для Него живешь, Ему свою жизнь отдаешь. Это называется Вера. Вера называется. Ему свою жизнь отдал, а Он тебе свое отдает. Сразу начинает милость проявлять. Милость означает делать то, что человек не заслуживает. Поэтому очень важно забыть про себя. И для того, чтобы забыть про себя, надо постоянно славить Бога. А как вы верите? Я славу Бога. А веру свою я не раскрываю, потому что это навязывание, понимаете. Если люди, допустим, мне верят, я все равно хочу, чтобы они молились Богу так, как они верят сами. Потому что вера в человек это очень глубокая вещь, и в нее вмешиваться нельзя. Это очень-очень давние отношения с Богом у человека. И даже если человек доверяет лектору, он все равно не должен менять свое понимание вещей, свое восприятие. Он должен молиться так, как сердце ему подсказывает. Я вам просто рассказываю, какие молитвы работают в данном случае. Есть два типа молитвы. Есть Аллилуйя или Слава тебе Господи. А на всех верах есть. Альхамдулилия у мусульман. И есть, допустим, имена Бога. Вот у христиан, допустим, есть имена Бога или нет? Какие? Адонай, Иисус. Вы должны об этом тоже знать, потому что если человек повторяет имена Бога, то он то же самое. Он идет очень сильным путем победы над судьбой. Допустим, песня есть. Алисия, Алисия, Алисия. Ну, то есть повторять имя девушки. Сильный способ привлечь внимание или нет? Да, конечно, потому что это личное отношение. Ну, с Богом есть деловые отношения, а есть личные. Вот, допустим, ты Господи повторяешь. Это имя Бога? Нет, это титул. Этот титул означает, что он Господин. Или Бог. Есть такое, на санскрите такое слово, Богован. Это титул. Богован означает властитель, обладатель шести богатств. То есть, Бог самый красивый, самый богатый. Он обладает самым большим знанием, самым большим могуществом. Он созладает самым большим отречением. Вот. Ну, то есть, он обладает всеми шестью богатств на совершенстве. Означает Бог. Богованный Бог – это одно и то же понятие. Ну, то есть, другими словами, ты говоришь Бог, это значит, ты к нему как к административному работнику обращаешься. А если ты говоришь, его по имени называешь, то это личное отношение. Когда ты лично к нему обращаешься, другие отношения. Это сравнивается с тем, как, допустим, директора завода, на заводе работал сын с его другом. И они нашалили, и в гневе, как бы, директора завода выгнал обоих. И сына, и друга. Всех обоих выгнал. Ну, сын пришел, говорит, папа, прости, я виноват. И директор завода говорит, сыночек, конечно, я тебя прощу. Я же на тебя рассчитывал. Ты думал, что ты у меня будешь развиваться. Ты так себя повел. И возвращает его друг. Друг приходит, сына. Говорит, простите меня, пожалуйста, я виноват. Он говорит, нет, я тебя не прощу. Ты уволен. Ты моего сына сбил с пути, справедливо. И тот приходит к другу, сыну говорит, твой папа меня не хочет на работу. И сын говорит, я с ним поговорю. И он папу говорит, он правда раскаялся, возьми его, пожалуйста, на работу. И директор завода говорит, хорошо, сынок. Это называется личные отношения. Запомнили? Это не только директор завода. Вот, допустим, почему Богородицы молятся? Потому что Бог любит Богородицу. И если Богородица за вас попросит, то Бог не откажет никогда. Понятно? То есть, почему святым люди молятся? Потому что святых очень любит Бог. То есть, личные отношения означают молиться святым, Богородицу, саму Господу, молиться, его имя называть. Это личные отношения. Ты называешь не директор завода, а называешь по имени. Один священник, ему очень срочно нужно было попасть в царю. Это реальная история. Он пришел ко дворцу и начал изысканные стихи про царя считать. И царь сразу же ему доложили, он пришел послушать тайну. Послушал стихи, говорит, все правильно про меня. Он говорит, ну я и сам все это знаю. И не пустил его на приемку. А потом он видит, что это не работает. Значит, читает про его жену. Он говорит, про вашу жену стихи. Он нифига себе. Пришел послушать. Такой, не классно, он все знает про мою жену. Надо с ней поговорить. Интересный человек. И сразу его взял на аудиенцию. Личные отношения. Понимаете? Если бы он там про государство читал стихи, он никому бы не был нужен. Или, допустим, ты с девушкой хочешь познакомиться, а она с собачкой идет. Тебе надо к девушке обращаться? Нет, надо подойти к собачке и говорить, ой, какая собачка. И девушка сразу, что с ней произойдет? Она начнет улыбаться. Он скажет, ну ты какая хорошая собачка. И собачка такая, забезя, хвостом. Начнет с тобой играться. И он начнет гладить, такая собачка. Такая красивая. Какая порода. А как зовут собачку? Собачку зовут, там, допустим, жучка. Классно. А можно я ее повожу на лепестке? Можно. Вот, давайте. Ну, пойдемте, пройдемся, я вот собачку как бы приведу. А вас как зовут? У меня клаша. И все, и потом, как бы, все. А что это такое, люди там про атеисты? Эгоисты? Атеисты? Ну, они что, нормально все. Ну, допустим, вы про себя говорите или про кого? Нет, я права мужа китайца, который не верит в Бога, атеисты. Китайцы? Моженство китайцев, все мои знакомые, то есть, все атеисты. Все атеисты. Вот для этого я сейчас вам буду переводить лекции на китайский. Садите мужа, послушайте мои лекции, и все будет хорошо. И есть в Бога? А не надо верить, он лекцию будет слушать. У него, допустим, проблемы на работе, говорит, а вот есть лекция, как решить. Вы слушаем, слушаем, все. Ему не надо Бога верить, ему надо просто начать слушать лекции, и все. Понятно? Поэтому мы вот этот проект запускаем. А Аллах это только имя? Или не пиздец? Я точно не знаю, но есть много... Нет, Аллах это имя. У Аллаха есть еще 99 имен всего. 99 имен Аллаха. Вот давайте послушаем молитву, песню об именах Бога в православной традиции. Это уже имена Отца, не самого Иисуса, а Отца. Есть Бог Отец, есть Бог Сын. Интересно вам? Да. Нет, а почему? Потому что это эзотерическое знание. Имена Бога, повторение, это тайное знание. И повторяют только очень возвышенные люди. Ну и в принципе, он не против, если все будут повторять. Поэтому или славите Господа, или повторяйте Его имя. Понятно? Все, не кашляйте, нормально все. Слава Богу. Жестокая судьба закончилась. Что, последний вопрос? Ваши мужчины. Я попросил, то есть, получается, мы должны все время побеждать судьбу? То есть, когда-то должна идти... То есть, в жизни есть борьба, или нет, или нет? Жизнь – это борьба. За свое здоровье, за свое счастье. И человек должен быть смелым в этой борьбе. Он должен обладать знания. Он должен изучать все как правильно. И он должен, если он почувствовал знания, увидел его, обязательно должен идти этим путем. Потому что Бог второй раз тебе предупреждать не будет. Ну, или будет, но не так много. То есть, надо все это изучать. Я вам рассказал про настроение, о том, сколько кругов судьбы, что память – это главное, что через память все вопросы решаются. Я вам сказал о том, как это происходит, что меняется в жизни, как приходит победа постепенно в жизни человека. У вас все инструменты есть. Вы знаете, при каком состоянии внутреннем, какие аскезы совершали. Вы знаете, какие добрые дела делать, в каких случаях. Я вам все рассказал. У нас есть на сайте торсунов.ру раздел «Лекции». Там в последнее время у меня была жестокая судьба, поэтому даже мои лекции так получалось, что не выставляли вообще. Вот два года. А сейчас начали свежие лекции появляться, и ваши лекции будут через месяц выставлены. Можно будет еще раз их прослушать. А также я читаю в других городах подобные лекции. Вы сейчас выставили там Минский, «Победа над судьбой» тоже похожий материал. Надо слушать в разных городах, изучать дальше этот лекций. И ее усвоить хорошо, разобраться. Ну, поскольку там много шансов, да, мы устраиваемся в литровой отделе, всегда по-разному. Если жестокая судьба, может быть только один. А может быть много. Но вот Господь всегда дает предупреждение сначала. Не шансы, а предупреждение. Вот у судьбы, допустим, есть знаки. Как жестокая судьба, то есть знаки. У меня есть целый семинар, называется «Знаки судьбы». Вот как относиться, там, ворона каркнула, там. В целом, есть три, как бы, вещи, которые должны совпасть. Вот ты идешь, допустим, думаешь о какой-то вещи, каркает ворона, и ты в это время пугаешься, потому что ты думал о чем-то тяжелом. Но в это время каркает, и ты пугаешься. Вот эти три вещи должны совпасть. Если каркает ворона, ты ни о чем плохом не думал, не пугаешься. Значит, это просто у тебя мнительность. Если ты не пугаешься, каркает ворона, еще тем более, как бы, это вообще никак с тобой не связано. Если ворона каркает у женщины с правой стороны, это непреодолимая судьба. Ты сама не справишься. Если с левой стороны у женщины, то преодолимая. Если у мужчины с правой стороны, то преодолимая. У мужчины с левой стороны непреодолима. То есть мужчина и женщина наоборот. Здесь молния может грохнуть. Или резкий порыв ветра тебе вбьет в лицо. И тоже пугаешься ты. Или спотыкаешься, допустим. В темноте ничего не видишь. Спотыкаешься, когда думаешь о плохом, пугаешься в это время. То есть три вещи должны совпасть. Испуг, плохие мысли и события. Если на левую ногу мужчина, то неблагоприятно. На правую нормально. Если женщина на левую, то нормально. На правую неблагоприятно. У меня есть целый семинар. Знаки судьбы послушайте. Интересно. Но вы должны знать, что есть просто обникельные люди. И они просто боятся черных кошек. Боятся ворон. Боятся молний. Если вы чего-то боитесь, это не значит, что это плохо. Как мы, допустим, я прочитал семинар в Самаре. По знакам судьбы побежал там на следующий день. У нас была пробежка. Мы бежим. И стая ворон такая летит рядом с нами. Доль нас такая летит стая ворона. И парень такой говорит. Вороны, вороны, вороны мне. Я говорю, ну что вороны? Что, говорит, ты кричишь? Успокойся. Вороны – это птица, которая летает на двух крыльях. Что ты орешь? Все нормально. Никаких проблем нет. Я говорю, у тебя мысли были плохие? У тебя был истук? Он говорит, нет, просто ворона ведет. Ну ничего, летают вороны, слава богу. Есть кому предупреждать об опасности. Служи чего. Понятно? Если человек крикнул, будь осторожный, обязательно что-то случается. Это вот эта мнительность или это знак судьбы каждый раз? Знак судьбы. Если в человеке есть люди, которые предвидят судьбу. Есть такие люди. Они должны запомнить. Это и всегда спокойны. Стараться быть спокойным. Не надо пугать человека судьбой. Это очень опасно. Если ты знаешь, что человеку может что-то случиться, просто по-доброму скажи, объясни, что делать. Если вы пришли к астрологу, психологу, врачу, там еще какому-то человеку и ушли от него в испуге, у вас все опустилось внутри, это называется освернение состояния. То есть человек вам навредил, а не помог. И не надо такому человеку верить. Понятно? Вот если вы вышли, у вас легкость, сердце, радость, чувство победы, силы. Вот у меня после этой лекции, у кого испуг? Кто вот испугался сейчас? А кто чувствует вдохновение, радость, силы? Все, значит, что нормально. Значит, я свое дело сделал правильно. Все. Понятно? Он испугался, что ли? Не, а он не был на лекции. Я все равно обыкнул. Ладно, я могу вам на тарелку бросить. Ладно, мои хорошие, тогда у нас время закончилось. Семинары. Еще вопросы какие-то? Можно вам подарок небольшой сделать? Ну, подарок потом, наверное, после. Нет, я... Спасибо большое за верение. Он барабанщик вот этот, он все время, этот барабанщик чисто степический. Любовь наш мир оберегает. Другой первопричины нет. Она прощает, очищает. И лишь она на все в ответ. Любить мы разучились только. Хотим лишь сами наслаждаться. Но отдавать себя нисколько. Умеем только лишь влюбляться. Влюбленность – это не любовь. Она авансом нам дается. И чтобы стать счастливым вновь, придется с гордостью бороться. Любовь не терпит в сердце грязи. Живет лишь там, где нет корысти. Где только правда, без фантазий. Где ложь не стоит вечных истин. Любви нелегкая дорога. Полно препятствий на пути. Любовь возможна только с Богом. Позволь ему в себя уйти. Это не поменяется нормальное состояние. Ничего себе. Я не приковала меня. Все раз мечтаю, что это все без всяких. Если позволите, я на память я записал его. Ага. Хорошо, да. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok